Встречайте Ивана Безрукова, архитектора, дизайнера с более чем 23 стажа, руководитель интерьерных интерьеров с темой «Тренды в дизайне интерьера». Всех рад приветствовать. Спасибо, что пришли в 10.30, когда все нормальные дизайнеры спят, а вы здесь. Молодцы. Спасибо. Значит, у нас сегодня «Тренды в дизайне 2023». Я задам вопрос. А вы вот когда про тренды задумываетесь, вы что в первую очередь вообще смотрите, изучаете? Последние новинки чего? Материалов. Ага. Мебели. Ага. Освещение. Ну, в общем, все то, что есть на выставках, да? Вам не кажется странным, что сейчас идет выставка в Милане, а она еще не закончилась, а я уже здесь рассказываю про тренды 2023 года? В общем, у меня сегодня для вас будет не совсем такой традиционный взгляд на тренды. Я думаю, что вот про все новинки, про мебель, цвет, формы, освещение и так далее, вы все это через какое-то время, ну, через, может, недельку, две, три, там узнаете от таких вещателей, которые вот как раз оттуда прибудут и будут рассказывать конкретно про тренды. Я вам сегодня предложу немножечко другой взгляд на этот вопрос. Вот. Итак, тренды в дизайне интерьеров 2023. И вот какой взгляд. Я бы предложил даже посмотреть на один тренд, который вообще изменит дизайн. Ну, это я так считаю, это мое мнение. Вы можете с ним, конечно, не соглашаться, но я в нем вот на сегодняшний день полностью уверен. Зовут меня Иван Безруков. Я дизайнер, немножко архитектор, а теперь уже блогер, ютуб, инстаграм, ой, нельзя говорить, да, телеграм, вконтакте, где мы еще есть, дзен, ну, в общем, вот все, где можно, там везде я есть. Вот. Скажите, пожалуйста, мне очень интересно, а кто со мной уже знаком? Можно руку поднять, просто чтобы я посмотрел? Че так мало? Я думал, поклонников больше будет. Ну, ладно, будут новые, сейчас познакомимся. Кто не знает, градиз.ру, это мой сайт, градизинтериор, это ютуб и, да ладно, скажу, инстаграм. А также есть очень интересный канал в телеграме, называется интерьерные встречи. Каждую неделю я там рассказываю что-то про дизайн. И приглашаю, кстати говоря, партнеров рассказывать тоже про дизайн. И тот, кто интересуется этой темой, очень интересно понаблюдать. В 2000 году я начал свой карьерный путь, начал заниматься профессиональным дизайном. В 2005 году я открыл свою собственную студию и до сих пор ей руковожу, которая называется как? Правильно. В 2010 году начал обучать в своей школе, которую я назвал школа сурового практика. Я посмотрел вокруг, что происходит, увидел, что там что-то как-то слишком много сюсюкают. А я думаю, я не буду, я сурово буду обучать всей правде, как на самом деле оно есть в дизайне. Вот. И нечего сюсюкать. Вот. Поэтому школа сурового практика. В 2012 году, ребята, я построил, ну как мне казалось тогда, и я просто никого не знал, первый дизайн конвейера. Мы делали 130 проектов в год. Можете себе такое представить? Это каждый месяц 11 проектов сдаем. Месяц 11 проектов сдаем. Ну вот примерно так. Ну конвейер же. Вообще так круто было. Но однообразно. В 2014 году я очень сильно увлекся темой планировками. Я тогда не понимал, ну что там планировка, мебель расставить и расставить. На самом деле это целый мир, который для меня открылся. И я начал туда заходить со стороны социологии, со стороны истории и со стороны психологии. Вот. Ну и эзотерику, эту эзотерику пощупал с разных сторон тоже, естественно. Вот. И на сегодняшний день я могу сказать, что в планировках, ну я просто молодец. Скромно скажу. Молодец. В 2016 году сломал конвейер. Ну просто вот взял и сломал. И начал по-другому подходить к дизайну. Я начал осваивать так называемый концептуальный дизайн. Сейчас немножечко в презентации вам станет понятно, что это такое. И как бы это ни прозвучало банально, но основный фундамент вот этого концептуального дизайна – это идея в основе лежит. Кто понимает, что такое идея? Все понимают. Но зато, когда я спрашиваю дизайнеров, расскажи мне, какая твоя идея в интерьере, он мне начинает рассказывать, значит, слушай, ну вот здесь у нас идея сделать рейки, но не так, а вот так. А здесь у нас идея, значит, положить мрамор, но не такой, а вот немножко вот такой. Я говорю, слушай, это же не идея, это просто приемы дизайнерские. А идея-то в чем? То есть идея – это немножечко другое, это про другое. Поначалу я тоже не понимал, о чем речь, но вот начал изучать. И, в общем, сейчас могу всем желающим рассказать, что это такое. Конечно же, это композиция. Ребята, у нас беда с композиция. Дизайнеры, вы что творите? Где композиция? В основе композиции цвет, форма, фактура лежит. И, в общем, учился, трудился. И вот, наверное, ну вот я так эту дату зафиксировал. В 2020 году, как любой большой дизайнер, ну я пока еще расту до большого, пока я еще, ну давайте так, скромно, я еще расту. Вот, но нашел, как мне кажется, свой стиль, который я назвал атмосферный дизайн. Что такое атмосферный дизайн? В двух словах я сейчас вам объясню. Это когда мы интерьер не просто видим, а это когда мы его чувствуем. У нас же пять органов чувств. Когда мы его чувствуем. Вот бывало у вас такое, приезжайте в отель куда-то, и там так противно, уехать охота. А в другой приезжайте, так классно, уезжать неохота. Вот это атмосфера, которую вы как-то считали внутри. Вот, таким дизайном я занимаюсь. И это дает свои плоды, это очень приятно. Нас печатают в журналах, приглашают поучаствовать в конкурсах, вот повыступать приглашают, например. Вот последняя публикация, например, это наш интерьер, который напечатан в салоне, и не просто в журнале, а в журнале специальный выпуск «Лучшее за год». Ну это же, это же, это же ух! Прям полегчало, все-таки половина с такими напряженными лицами сидит, боже мой. Кстати говоря, кто хочет подробнее узнать про этот проект, можете отсканировать QR-код и прямо на сайт попадете вот с этим проектом. Дам секунду времени, можете прямо это навести и потом посмотреть. Если время останется, потом очень сильно интересно будет, я про него расскажу и про историю. Это интерьер с историей. Не просто так мы туда наставили чего-то, как попало, а прямо есть вот история, и вот такой концептуальный дизайн получился. Концептуальный дизайн, это как не у всех, знаете, вот как-то вот по-особенному, как-то вот, как-то по-своему. Он такой странный. И вот, знаете, смотришь на комментарии, дизайнеры пишут, в ютубе выложил, и дизайнеры пишут, боже мой, это что такое? Ты что навалил туда все в одно место, там, это кошмар какой-то. Вот есть такие комментарии, да. Понимаете, в чем дело? Как бы я здесь не стремлюсь понравиться всем. Моя задача здесь взять конкретного заказчика, то есть семью, вытащить из них, что конкретно нравится им, и сделать конкретно, ну, это банальные вещи, да, я вам объясняю. А теперь я вам объясню по-другому. Вот смотрите, вот есть просто интерьер, который может кому-то нравится, не нравится, вот он модный, вот он трендовый или не трендовый, да. А теперь представьте, вот заказчик, который к вам пришел, он хочет что-то такое, что-то свое, вот что-то для себя. Они только говорят вслух, что нам интересно, мода там или тренды. На самом деле им плевать, им надо, чтобы им было хорошо. Был ли у вас такой момент в вашей жизни, какой-то такой, что вот вы вот именно в него почувствовали себя абсолютно счастливым? Это в детстве часто бывает. Я свой пример расскажу. Я любил гонять на велике, по лужам, солнце светит, птички летают, поют, и вот ощущение абсолютного счастья. Когда я был взрослым, я по этому месту, где раньше катался, вдруг заехал на велосипеде и ощутил этот момент счастья. А ведь мы сейчас взрослые этого не можем ощутить. Так вот, как бы сделать так, чтобы нам туда, обратно, вот в то состояние погрузиться, сделать слепок этого состояния, что видим, там, нюхаем, слышим, видим, и перенести это в интерьер. Понимаете? Вот что такое атмосферный дизайн. И как результат, я таких счастливых глаз у клиентов не видел никогда. А вот скажите мне, дизайнеры, есть у вас такое? Клиент с моим... Ой, что-то мне не нравится, а давай зелененькое. А ты не знаешь, что объяснить. А давай еще вариант с красненьким. Очень хорошо, что нету. А у кого-то есть. А у меня было такое вот. Ребята, это вообще не в тренде. Вот то, что мы делаем, это вообще не про моду и не про тренд. Тогда вопрос. А что я тут делаю вообще? Нафига я такой белая ворона тут? Рассказываю вам про тренды, когда сам не делаю, как в тренде. И вот я вам сейчас расскажу, вы поймете, почему. Вот все-таки тренды и мода мы где пытаемся найти? На выставках, правильно? Сейчас и салоне идет. В январе Мизон Абже, да? А когда он еще? В сентябре. Вот я на всех на этих выставках был и был на других выставках, ездил постоянно. Зачем мы ездим на выставки, друзья? Собственно, вы уже все сказали. Мы туда ездим для того, чтобы узнать, а какая мебель сейчас модная, да? Каких форм она в этом году? Квадратная или оплавленная? Вот какое, а какая в этом году, вы знаете? Да? А что сюда приперлись? Раз все знаете. Правильно, потому что я по-другому про тренды вам расскажу. Так вот, это формы, безусловно. Это какая мебель, из каких материалов она сделана? Что у нас в моде? Кожа? Дерево? Металл? Или что? Вот мы едем на выставки, ходим по стендам, смотрим и пытаемся понять, а что же будет в тренде? И что же мы будем использовать в своих интерьерах? И чем мы будем удивлять своих заказчиков? Это, конечно же, цвет. Вот так походишь три дня по выставке и уже понимаешь, ага, в этом году будет модненько что-то фуксия, немножечко сереньким, чуть-чуть желтеньким. Ну так примерно на выставках происходит, да ведь? Конечно же, фишки мы смотрим, что там новенького придумали, какое открывание дверей нам итальянцы предложат. Ну они же сумасшедшие на всякие штуковины. Какую там варочную поверхность они нам покажут. Я один раз приехал, смотрю, столешница голая, на ней ничего нету. Потом бах, туда проекция появилась. Ну вот, варочной поверхности. Я спрашиваю, это что такое? А это варка. А хочешь, я тебе сейчас ее вот сюда передвину? Берет вот так руку, раз, я аж обалдел такой. Ничего себе технологии. Вот. А варить она варит? Да, да, она варит. А там какая-то технология, то есть вся поверхность, вот ты куда ни передвинь, она вот в конкретных местах по каким-то там датчикам может нагреваться. Вообще обалдеть. Ну, короче говоря, мы туда ездим и смотрим, пытаемся понять, а потом внедрить в наши интерьеры. Правильно? Начинаем рисовать. А наши заказчики нас не понимают. Ты что рисуешь? Говорит заказчик. Вот же я тебе аналоги принес. Вот, так рисуй. А эти аналоги были модные 5 лет назад. Да? Практикующие дизайнеры. Через сколько лет до нас мода доходит? 5 лет. Да? Примерно 5. И такой получается, значит, я там смотрю, какие модные цвета. Я выкрасил свой интерьер в какие-то предыдущие цвета. Эй, алло, я что перекрашивать буду их сейчас в модные что ли? В новые цвета. Я уже в желтый покрасил. А в этом году фуксия, да? Крась в новый. Ну и, конечно же, мы на выставке ездим ради того, чтобы погулять, поесть, попить, посмотреть. Ну, так ведь, да? Ну, кто на выставке ездит? Блин, мы на выставку приезжаем. У меня девчонки, которых я возил из студии, ну, мы ездили, значит, приезжаем туда. Первый день на выставке, второй день на выставке до обеда, потом их нет, все. Потом пьяцца де навона, там и все дела, в общем, все, погнали по Италии гулять. Вот так вот выставки проходят. Я спрашиваю, на черта ездить? Вы что туда поехали? Правильно, пиццу поесть, вина попить, селфи поделать. Вот, 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 что мы делаем на выставках, на самом деле. Так что молодцы, что вы здесь. Не тратите время зря, молодцы. Я первый раз, по-моему, в 2008 году съездил на выставку, а последний раз, это был, по-моему, 20-й, да? Ну, пандемия как началась, вот как раз вот я успел съездить, и после этого уже не получилось. И вот вы знаете, как приезжаешь на выставку, ну, то есть, я такое наблюдение сделал, что вот есть понтон, все знают, что такое понтон? Все знают, да, что они каждый год выбирают цвет года, да? И, в общем, они тебе рассказывают, в какой цвет тебе надо красить, чтобы быть модным. Все, сейчас модное вот это вот. Какого фига вообще? Ну, почему мне какой-то понтон должен диктовать? А потому что все так делают, правильно? Ну, вот, ну, что, вот практикующие дизайнеры меня поддерживают. В общем, есть какой-то такой момент, что мне что-то вот немножко навязывают. Наверное, это хорошо, наверное, неплохо. Ну, здорово, когда, ну, да, действительно, это модно. Ну, как-то мода же должна меняться со временем? Должна. И то же самое происходит в материалах, надо сказать. Сегодня материалы в этом году модные такие, в следующем году будут, возможно, другие. А может быть эти, но немножечко с перламутром. И знаете, я такую метафору придумал, что вот мы с вами такие все индивидуальные, как корабль в море. Ну, вот, я дизайнер, я такой корабль, вышел в море дизайна, и сейчас будут плыть и творить. Вот. И вот мы такие все с вами красивые, такие вот плывем вот в этом море дизайна. Но при этом я заметил, что почему-то есть такие дизайнеры, которым вообще плевать вот на вот это, вот на нас, на всех, которые мы вот все плывем в одном течении, да. Вот нам рассказали, куда плыть, значит, сегодня плывем, Пантон рассказал, вот у нас паруса будут такого цвета, обшивка корабля будет белая, фурнитура хром, палуба деревянная, значит, капитанская рубка отделана рейками, а пол в ней, этот, керамогранит, можно тираться. Вот так нам рассказали. И мы все так стараемся сделать, и все плывем. Но есть какие-то чуваки, которые вообще так не делают. Ну, я не знаю, там, ну, Марсиль Вандерс, все же знают, да? Но он же вообще так не делает. Или какой-нибудь Винсен Доре, например, да? Он же так тоже не делает. А вот они совсем не так делают. Они что-то нам такое показывают, совершенно другое. Я задался, а почему? Как так происходит вообще? Вот же модно, вот нам рассказали, как модно, как трендово. Вообще, слушайте, вообще я не ругаю выставку. Наоборот, это хорошо, на самом деле. Выставка расширяет кругозор, однозначно. То есть на них надо ездить. То есть вы не подумайте, что я ругаю. Я просто делюсь своими впечатлениями и своим взглядом. Вот все. Ну, так вот, вот они есть, и они где-то не в течении, а они как-то сами по себе. Куда хотят плывут, и вообще непонятно где и как. И вообще у них все хорошо. Мы здесь за заказчика боремся, значит, такие с вами. Да? Боремся же. Ну, дизайнеры, ну, слушайте, ну, рассказывайте. Вот кому приходил заказчик и говорит, хочу с вами работать. Вот мои аналоги. Сколько у вас стоит? Три тысячи. О, а скидку дашь? Так вот, конечно, он будет просить скидку, потому что, ребята, вы поймите меня правильно, он не видит ценности. Мы все одинаковые для него, понимаете? Вот мы все такие кораблики, мы все одинаковые, потому что мы все в тренде. Вот мы и одинаковые, да. И поэтому он просит скидку. А там он не просит скидку, потому что они все разные. Не хочешь, иди к другому. Вот такую формулу небольшую, ну, или как формулу? Вот наблюдение, опять же, да. То есть мода, это, знаете, это то, что нам рассказывают, во что одеть нашу яхту. Вот модно в таком парусе плыть, плыви. А тренды, это течение, понимаете, течение, по которому плывут. Мы с вами плывем, вот эти яхты, мы с вами плывем по этому течению. Вот это тренд. И поменять его невозможно. Ну, как ты русло реки поменяешь? Или течение, как ты его изменишь? Никак. Мы либо в нем, либо до свидания. Ну, как бы, хочешь в дизайне плавать, ну, садись на яхту и плыви. Вот течение, оно нам говорит, куда плыть. Так или нет, товарищи? Иногда, а может, часто, вот эти товарищи, которые индивидуальные, они оказывают влияние на моду, они нам что-нибудь такое прикольное сделают, и это становится таким классным, модным. И мы это используем. Ну, нормально. А тренды, это что? Кто влияет на тренды? Кто копает это русло, блин? Кому интересно, кто русло копает? Кто сверху? А самое главное, куда это русло нас всех выведет? Вот сейчас вы узнаете главный секрет, друзья мои. На самом деле это русло копают заказчики, прежде всего, то есть их настроение. Давайте поговорим о наших, я не буду о всех, я имею в виду о российских, о екатеринбургских, будем еще точнее. Вот у нас есть такие заказчики, у них есть такие вот настроения, и мы, хочешь или не хочешь, подстраиваемся под них. Также оказывают существенное влияние, и сейчас все больше и больше будет оказывать, это технологии, которые существуют на рынке и развиваются на этом рынке. Наверное, вы с этим тоже уже немножко знакомы. Ну и, конечно, эта ситуация экономическая, политическая, ну и так далее, там религиозная, какая угодно, вот это все вкупе, ну и еще какие-то факторы, но, наверное, это для нас основные, которые определяют, куда течет эта река дизайна. Я предлагаю, чтобы немножечко понять, чем дело все закончится, ну так немножко так отодвинуться, ну вот так вот, и посмотреть сверху. Ну то есть разглядывать не свой парус индивидуально, в какой тренд сейчас, а посмотреть на русло реки вот так, из космоса, куда течет она, куда она да течет, мы куда все плывем с вами, вы знаете, нет? Нет? Кто знает, куда мы плывем? Ну это Яндекс.Карта на самом деле, я не знаю. Это же мета... А вы что, буквально поняли? Нет, это метафора просто, ребята, это просто метафора. Ну ладно, чтобы нам понять, куда эта река притечет, дотечет и вытечет, мы должны понять, давайте разберемся в тех вопросах, а что хочет заказчик, куда он нас ведет, куда копает он вот эту штуку. По моим наблюдениям, я, ребят, еще раз говорю, я делюсь своим наблюдением, вы с ним можете не соглашаться, это просто мои наблюдения за 23 года в дизайне, я 23 года занимаюсь дизайном, и вот каждый день смотрю, что происходит. Как вы сказали? Заказчик хочет комфорт, он хочет, чтобы было красивенько, он хочет, чтобы было безопасненько, а еще он хочет, чтобы было быстро и недорого, правильно? Приходит опять же заказчик и говорит, ну спрашиваешь у него, когда надо-то? Ну, две недели хватит? Говоришь, ну блин, нет, надо 4 месяца. Полное непонимание у человека, он говорит, с ума сошел. А еще он хочет недорого. Скидку дашь, говорит? Вы даете скидку заказчикам? Отвернулся. Да? Приходится давать. Не даете? Молодцы, держитесь. Никаких поблажек. Слушайте, я вообще договариваюсь, всем договориться об одной цене, картельный сговор. Поддерживаете? Ну, вообще, в принципе, чтобы вот ни шагу назад. Можно я здесь устрою картельный сговор? С вас цена? 10 тысяч устроит, всех цена за метр? Отлично. Ну, короче говоря, если так, опять шутки немножко в сторону. То есть клиент хочет быстрее, он хочет дешевле, он хочет, чтобы красивенько было. Ну, в целом, как-то вот, ну, примерно как-то так. Как-то так, бежевенько, не слишком ярко, приятненько. Нормальная картинка? Как вы думаете, сколько это стоит? 10 тысяч? 10, можно говорить. Короче, смотрите, приходит клиент и говорит, я хочу дизайн. Я говорю, пожалуйста, 10 тысяч рублей. Он смотрит, в принципе, портфолио других дизайнеров, они примерно похожие, как вы сказали, да? Он смотрит, где-то вот там 3 тысячи сказали. Он говорит, ой, пойду туда. И сделал за 3 тысячи рублей. А что вы скажете на то, что я вот эту картинку сделал за 100 рублей? Вы вообще все в пролете. Вообще все. А что вы скажете, что я таких картинок могу за одну минуту сделать 4 штуки? За 100 рублей. А? Кто в это верит? Эту картинку создал искусственный интеллект. И вот те 4 за одну минуту, он даже 100 рублей не стоит. Она вообще как бы... И создал ее человек, который в дизайне вообще ни разу не был никогда. А знаете, почему это все получается? Я год назад рассказывал про искусственный интеллект, что это... Но тогда, друзья, я думал, что это будет когда-то потом. А сейчас это уже вот. Вас это не тревожит? У всех счастливые лица. Я неделю не спал, ребята. Я неделю не спал. Какие нахрен тренды в эссалоне? Искусственный интеллект. Все. И вы все свои картинки одинаковые туда загружаете. Он их все подхватывает. За секунду обрабатывает. И выдает тот результат клиенту, который нужен. На хрена вы нужны? Вы зачем нужны? И это не единственная проблема, друзья мои. Не единственная, которая. Еще есть компании-застройщики, которые уже активно предлагают готовое. В Европе и Америке это давно. Уже на законодательном уровне. Вы не можете продать квартиру, если там мебель не стоит. И дизайна. Ну, в смысле, ремонта нет. А вот теперь посмотрите на это с точки зрения клиента. А нафига ему платить дизайнеру, заморачиваться? Вы сами на себя посмотрите. Если вы нашли то, что вам надо прямо сейчас и завтра можете это забрать, вам нафига дизайнера нанимать? Пошел, купил, что надо. Все. Вы начинающий дизайнер? Грусть в глазах вижу, да. Может, пора уже и закончить. И не начинать. Технологии 3D-печать. Кто в курсе? Кто наблюдает? Посмотрите, сколько напечатано уже домов. Жилых. Биархи Ингель. Знаете такого архитектора? Он там уже целыми деревнями печатает. Дома. Вместе с мебелью. Ну и не надо забывать, сейчас немножечко в тень как-то ушла эта история. Виртуальная реальность. Мы как-то с очками баловались. Ну, как-то это сейчас немножечко в тень ушла. Технология. Ну, вот представьте себе ситуацию. Я вам сейчас ее из тени-то вытащу. Быстренько. Вот, квартиры же дорого сейчас стоят, да? Очень. А дизайн в них, ну, такой дизайнерский ремонт сделать в них еще дороже. Ну, или так же, по крайней мере. Так? Нафига за это платить? Если клиент может прийти, ему там какой-нибудь чип в голову вставят, и все, он нажмет на кнопку, и у него Елисейский дворец, или Петербург, Петергов, или какая-нибудь космическая станция. А на самом деле он в какой-то двухе там просто. Да что человеку надо? Кровать, стул, стол поесть там. И все это может быть бесцветное. Но чип в голове будет делать из этого прекрасные райские сады. Страшно? Наша река течет крупной вывески под названием Game Over. Все. Вы пока будете одинаковыми. Вот как вы сказали, в Пинтересте все одинаково. Вот, все. Вот там вот, все. Блин, девчонка заплачет сейчас. Я тоже плакал, я рыдал на самом деле. Мне не просто грустно, я в панике бился. Вы только что выпустились? А сколько лет учились? Восемь с половиной лет. Ребята, спокойно. Все, не паникуйте. Все, отставить панику. Я вам сейчас все расскажу, все будет нормально. Фишку знаем, да? Видите, есть запасной путь. А там подсказывал молодой человек. Это Омск, Тамбов? Что? Вот он знает, я не знаю. Вот я вам когда рассказывал, что я начал заниматься концептуальным дизайном. Это на самом деле поиск вот этого выхода. Ну реально, что делать-то? Ну надо найти выход какой-то. И я для себя выход нашел именно в концептуальном дизайне. Вот поэтому я себя назвал Белой Вороной. Ребята, вы должны становиться каждой Белой Вороной. Вам не надо смотреть как все. Надо быть самим собой. Вот как те кораблики, знаете, там у одного там цветные паруса, у другой без парусов, третий квадратный там. Ну и так далее. Вы метафору поняли, нет? Поэтому, друзья, я счастлив быть Белой Вороной, понимаете? И делать как не все. Когда мне прилетает очередной комментарий, какое ты сделал, что это такое, я радуюсь, я на верном пути. Вот он тренд, друзья, для нас с вами здесь, Екатеринбургцев, которые не там где-то там, в Милане там или еще где-то. Нет, ездить надо, безусловно, смотреть. Но мы-то с вами здесь, мы-то работаем для наших клиентов, мы хотим, чтобы нам платили достойно и не педалились там по цене, да? Вот поэтому я делаю такие и буду делать такие интерьеры. И я счастлив от того, что приходят такие клиенты, и у них глаза горят. И они не хотят быть как те одинаковые кораблики, они хотят быть другими и получать другое. Такие клиенты есть. Ребята, есть такие клиенты. Тем, кому нужна индивидуальность. Их немного, но они есть. И, допустим, вот все, которые есть, им не всем нравится то, что я делаю. Но есть те, которым нравится, и они ко мне приходят. И они не спрашивают там, ну, как бы, дай скидку, там еще что-то такое. Зачем я вам это все рассказываю? Ну, казалось бы, ну, плыви там своей запасной дорогой. Помалкивай в тряпочку. И радуйся, что сейчас все твои конкуренты потонут. Ну, там же гейм-овер. Сижу, потираю ручки. А нужно мне это для того, что я один слишком маленький. Меня, ну, как бы, не слишком видно. А вот если нас бы было такой клуб-человек так 20-30, которые проповедуют вот этот вот атмосферный дизайн. И каждый какой-то свой делает. Вот это уже заметно. И это уже тренд. И это уже модно. Посмотрите, как они делают. Ну, вы же наблюдаете, как девушки одеваются, да? Стараются, как не все. И зачем такое же платье купила? Я уже его одеваю, да? Вот, у нас так же должно быть. Но ни в коем случае не быть одинаковыми. Понимаете? Вот зачем я вам это рассказываю. Мне нужно 20-30 единомышленников плыть своей дорогой на своем корабле. На своем. Не как у всех. А сначала, дорогие друзья, вам надо просто решить, а как вы хотите. Ну, вы хотите, как все? Или хотите, как вот сам по себе? Давайте так. Кто хочет плыть в русле реки, поднимите руку. Да ладно, что, никто, что ли? Там же такая красивая надпись. GameMover. Нету, да, таких желающих? А кто хочет найти свое вот это вот, вот свое? Так вот, друзья, я тогда вам свой опыт быстро расскажу и на этом, наверное, закончу. Значит, мой опыт был такой. Когда, вот первое, ну это же психологи нам рассказывают, да? Сначала надо осознать, да? Мы все мним себя надеждой, что мы такие все индивидуальные. Ну, давайте будем честны и посмотрим, вот наши поставим картинки и вот всех остальных. И мы увидим, что, ну, какие-то мы не очень... Я не про всех. Кто-то, безусловно, индивидуальность с большой буквы. Вопросов нет. Но вот я в свое время про себя так тоже думал, а потом оказалось, что это не так. Потому что, ну, я про себя, я про себя рассказываю. Ребята, это моя история личная. Я посмотрел на свои конвейерные работы и понял, что, блин, ну, все, капец, это путь в никуда. Просто так нельзя. Я так не хочу. То есть, надо признать это. Понимаете? А потом надо что-то делать. И вот с того времени я что-то делал, преодолевал эту дорогу, искал, а что это такое? А что это такое? Какой дизайн такой эдакий должен быть? Ну, в принципе, он же не сильно там как-то отличается, там, ну, вот, в принципе, то, что мы смотрим там в журналах каких-то или еще где-то. Но это дизайн с историей. И я научился это делать. И клиенты это любят. И я вас призываю это делать. А вот теперь, если это интересно, то, конечно же, я могу этому научить. И приглашаю всех желающих, кто желает, хочет, дизайнеров, ну, тот, кто уже в профессии, тот, кто хочет именно вот понять, а как вот этот вот атмосферный дизайн делать. Не просто красивая картинка, а именно вот эту вкуснятину, понимаете, от которой у клиента глаза горят. Горят. Это два разных состояния. Вот я считаю, вот это наш тренд. Значит, ребят, внизу телефон. Девушка Екатерина, это моя помощница, которая по школе занимается. Группу соберем в конце мая, стартанем. За четыре месяца я вам расскажу, как это сделать. Как найти это русло свое, индивидуальное, друзья. Выбор за вами. Вы можете дальше плыть со всеми. И, по моему мнению, это будет гейм-овер. Ну, потому что придет искусственный интеллект. И зачем заказчику, зачем обращаться к вам, когда он сможет это делать бесплатно. Какая альтернатива делать так, как вообще никто не делает. А этому надо научиться. И именно научиться тому, как вы сами индивидуально это будете делать со своим почерком, со своим стилем. Ну что ж, Иван, спасибо большое. Давайте еще напутственное слово. Что же нам делать, кроме как идти на пуск? Чтобы не волноваться, потому что я тоже разволновалась после вашего стихления. Я бы на вашем месте вообще в панике бился, на самом деле. Ну, потому что это страшно. Ну, реально, без шуток. Значит, смотрите, есть такие, ну, как бы, есть такие течения, да, с которыми мы сделать ничего не можем. Ну, вот все что-то случилось, да, вот у нас там в том году вот это вот. Что с этим можно сделать? Ничего. До этого коронавирус. Тоже ничего мы не можем. То есть мы все время под это подстраиваемся. И здесь надо вам смело ответить себе на вопрос, а куда вы плывете и куда вы хотите плыть. Вот что нужно сделать. И все. А дальше, исходя из этого, как только вы решили, то, соответственно, вы уже какие-то действия начинаете совершать. Ну, я вот себя начал менять именно с этого. То есть я определил, что мне надо. Мне туда не надо. Мне надо куда-то, куда-то, не знаю куда, но точно не туда. Вот. Вот это я такой выбор сделал. И я, как напутственное слово, хочу сказать, что вот сделайте для себя этот выбор и следуйте ему. Уже действуйте, принимайте решения и решайте, что вы хотите, соответственно, там, как двигаться к этой цели. Все. Друзья, аплодисменты. Кто еще хочет задать вопросы, можно дать Ивану, Екатерине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА